Итак, всех приветствую дорогие друзья, подписчики, зрители канала, продолжаем, ребят, двигать НЛС Еще одна серия, потом вернемся к другим прохождениям Так, ну че, мы в прошлой серии вроде как взяли партию колбасы у Игната Набрали канистру, теперь надо как-то без потерь вернуться Каким-то образом, а, друзья Наверное, будем двигаться теми же путями, которыми сюда зашли Я так думаю Теми же путями, да, через Игната, там через лесок ученые На вышку в Братве и там уже переход Сейчас нам геройствовать нет смысла с таким перегрузом Канистра на руках, там партия колбасы Поэтому, наверное, будем двигаться строго, держаться курсом Там, где мы уже прошли, должно быть тихо, спокойно Никакой вот такой вот мелочи, которая под ногами шебуршит Не должно нам постричаться Поэтому, наверное, так и пойдем Скинем, короче, спальник Не знаю, насчет контейнера посмотрим А вот спальник и все вот это вот остальное разгрузимся Чтобы у нас такого прям через чум Перегруза не было в ходках, да В процессе движения по зоне Поэтому нам надо, конечно, стараться налегке ходки совершать Так, через дерево, наверное, да Там кабаны, кстати говоря Ух ты Прям так бы стояло, любовался, да У нас с вами это Еще здесь санаторий Не забывайте, мы получили переход По шустрому выполнили задание И получили переход Плюс, ну, в общем Мы вернемся сюда В эту серию мы вернемся сюда Я планирую как Сейчас к Сидору, да Все скинем, посмотрим Может даже какое-то еще задание получим Возвращаемся сюда И дальше гуляем по кишке До конца дойдем Осмотрим все и вся И переход И может быть даже в санаторий нырнем Там насчет кружки, кстати говоря Действительно есть кружка Но мы-то квест не получили Просто можно будет нырнуть Этот забрать Приложить бюро Разобрать суперский артефакт Дорогущий, да Это можно будет сделать Кружку мы в любом случае не найдем Потому как надо Он начнет говорить после того Как мы ему отдадим добрячок За то, что он вообще с нами дела стал иметь Ну все вы знаете, да Надо ему или 5 ПДА подогнать Или артефакт Или там Аккумулятор, да Соответственно После этого только он нам накинет Задание на кружку Ну расскажет свою историю в санатории И мы получим Но мы можем Как бы игнорировать эти моменты И самостоятельно за рулем туда Хотя бы уберем бюро заранее Да, за кружкой всегда можно будет зайти И соответственно Никуда не денется Но артефакт надо будет забрать Там артефакт мощный У одного из бюреров Как мы помним, ребят Очень хороший Артефакт Дорогой Он там Какое-то У него свойства имеются По-моему Тварей отпугивает Но дело не в этом Мы будем его скидывать Там Огромную сумму получим И купим все, что есть Я приобрету, блин И часы там И фляжки И все, что там у нас Не хватает нам Ну и вообще Какой-то ресурс будет Дополнительный Всегда на кармане На начальной стадии Это нам Больше необходимо Чем там Тварей пугать Нам наоборот Хвосты нужны Нет надобности Ставить его в пояс Этот артефакт Потому как наоборот Всех тварей будем На себя тянуть Тут все это Запчасти, хвосты И тому подобное Вы же поняли Да, это Это нам все пригодится Так, ну все Идем, ребята Мы уже дома Практически Осталось еще Два рывка И три броска Ну, я думаю Сейчас мы без потерь Проведем Через Игната Еще раз повторяю Там ученые По тому же пути Проблем не должно Возникнуть Кстати говоря По-моему Тут поспать Можно Ну, там на колбаску Я что-то не прочитал Не помню Прочитали Но не помню Честно говоря Есть тайны Поэтому мы, конечно Спать не будем Сразу идем Мы с вами поспим Уже там На кордоне Сразу пойдем Да Видите, как он С этой канистры Сколько 20 литров Бензинчика Еле двигается Да Еле-еле 20 литров Бензинчика Тянем Да Еще, конечно Контейнер Но я еще пока Не придумал Насчет Не решил Насчет контейнера Нужно нам его таскать По идее, конечно Задумка была такова Что если даже радиоактивный Какой, можно нычку прятать Двигаешься по зоне Тот же выверт Или там Медуза Если у тебя нет Пока никаких Артефактов Так, что там Игнат Нам, в принципе Он там что-то рассказывает Да не Игнат Это другой чувак Ага Вот, сдремнуть что ли Здесь можно вообще Смело выспаться Это ракета Филя Филя Ракета Давайте вот так вот сделаем На еды После тех зомбарей Которые в той серии Нас прессовали Все Пришлось На них Использовать Так, ну что дальше Погнали До ученых Теперь рывок Бросок До ученых Так, Игнат Нам ничего там Нового не скажет Хочу колбаски А, кстати Можно колбаску Поменять, да Ну, давай Голову Тушканов Голову Тушканов Да это Этого добра Хотя мы Не из них Первочек Выгоняем Убойный Голова Света В глазах Собачки Летают И такие Девушки с тобой Рядом Появляются Ладно Давай посмотрим Твои бошки Так Вот Отлично Три штуки А далее Получили колбаску Всего одну колбаску За три головы Видите как, да Ладно Хвост Трипового пса Нам надо Все Вот это Еще там Надо шмальнуть Какую-нибудь Собачку Чтоб нам На выход Не забывайте Еще Дэн Потребует На выход На выход Это тоже Нам хвостики Нужны Так Что там за колбаска Одиннадцать Видите Одиннадцать То есть Десять Отдаем Сидору Одну Можно съесть Вот Давайте Попробуем Суперскую Колбаску Так Все Теперь Рывок До Ученых Одиннадцать Одиннадцать Повсюду Аномалии Электр Где-то Рядом Шебуршит Десять Скидывает Десять 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 Одиннадцать Одиннадцать Продолжение не конечно это за бензином надо идти наверно брать только патроны с собой да смотри как он сдувается только патроны там еды на всякий случай бинтик и аптечку и канистру в руки все так чтобы вот такого не было три метра по три метра прошел и и уже задыхаешься надо будто однозначно этот спальник скину короче везде можно поспать на вот смотрите у мужиков можно здесь поспать смело тут еще какая-то обкомовская хата у нас не забываем где-то здесь обкомовская хата канала там дальше по моему чё там интересного и мы найдем эти сцену там говорит мертвяки встают туда лучше не ходить а тихо 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 мертвяки встают туда лучше не ходить до чем там интереса за канистру подгоняет это деньги вроде да и что-то можно по моему у него брать еще дополнительно но смысле помимо того что до деньгами получим еще может быть даже патроны да там какие и тяжко тебе понимаю потерпи тащить весь этот груз ребят следующий раз будешь умнее то есть практически на каждой локации на всех но не на всех можно все там то есть тот же спальник вообще не брать езди поспать короче вот не помню на болотах езди поспать но на базе чистонебовцам там и чистонебовцев езди поспали все таки должно быть место так ну конечно долго мы так будем ползти только ученых мы добрались только до ученых но и и и и и и и и Я прям чувствую, короче, как он тянет Весь этот груст на себе, прикинь Просто буквально ощущаю Так вот, если подходить к игре, да Немного раз говорил уж Так, как будто сам действительно тянешь Давай до костра, смотри, уже сдыхай Поним, до костра задыхается наш приятель Так, дайте мне что-нибудь, ух ты У него антирадиционный синий Если бы уроды всякие не мешались Ага, это у меня, наверное Нет, ну это просто сдохнуть можно Чего ты такой недоволен, что случилось Два часа тебе стоять, еще Складывается Сколько уже купались А подмоги почти никакой А какая вам подмога Толпы народу столько Со стволами Что, собачек Какая вам подмога нужна С тварями не справляетесь Так, ну здесь ничего Все тоже, мы общались Пока он ничего не говорил Доктор Петров Мы туда варим от себя, люди Блин, ну конечно, мы, наверное, к утру только домой придем Смотри, да? Вот какие уроды Время уже Свобода всем даром Какая-то свобода Выпусти тварь из-за периметр Они там все за свободу Труд, блин Эх, зараз бы сальца Зараз бы сальца Да, первача Стакан, да? Ну там сейчас Им намутит, блин Доктор Петров Первача такого, что-нибудь Из холодца Он замутит Давай поговорим Только ствол спрячь Дэн Охотник Одноглазый, да? Бандит мы Так Два хвоста Или рука зомбака Надо все сдавать Ребят Без разницы Давайте посмотрим Сколько он за руку Зомбака даст На дроби Нам смысл сейчас Держать это ни к чему Оно все пропадет Все стухнет Даже если сейчас Нычку эту руку Она может быть Нам и пригодится Конечно На тот же обмен Спроший Но Девятнадцать дроби Неплохо Этого достаточно То есть Одной ручки Вполне достаточно Но Девятнадцать патронов Дроби Да и хвост Лепыша Держи Еще десятку Отлично Еще десятку Нам дробь Сейчас понадобится Мы наверное Обратно вернемся В эту серию Я все таки думаю Полностью зачистить кишку Ну то есть Их нет смысла Пока держать Все эти По месту Тут мне Что нравится Я вам говорил Если ты даже Там заранее Хочешь накопить Каких то хвостов Чтобы потом Квест сдать Это не получится Сделать На начальной стадии Там потом Может быть Будут Какие то возможности Сохранять эти Соответственно Части Да Более Долгое время Но на данном этапе Нет смысла Все стухает И ты просто Даже если там Заранее накопишь Все это дело То есть Надо все делать Быстро Тогда Беготней заниматься Да например Те же пять хвостов Ты должен нарубить И сразу Даже если Оставил их Другие квесты По шустрому Выполнять Чтоб они Не стухли Эти хвосты И потом Сдаешь толик Но с тем Раскладом Видите как мы Двигаемся Вот мы будем Так всю игру Двигаться Но сейчас С перегрузом Вообще Я бегать Не намерен Бегаем Только в крайнем Случае Допустим Если По одному И тому же Месту Много раз Уже пришли Можно там Пролететь Или же Допустим Там Действительно Крайняя Такая ситуация Критическая В плане Выполнения Заданий Тогда можно Пролететь Там Да Как бы Все зависит От условий В общем и целом Будем ориентироваться Вот так вот В основном Будем двигаться Спокойно Вот таким вот Образом И не спеша Впитываем Атмосферу Зоны Так Смотрите Да Ночью Мы уже Кромешная Тьма Это Сколько Я шел Прикиньте Да С этим Блин Канистрой И со всем Остальным Так А тут У нас Собаки Должны Да Еще Или мы Их Отстреляли Не помню Мы на переход Когда шли По моему Отстреливали Их Да Спокойно Я смогу Пройти А Слушай Давайте Сейчас К Петрухе Зайдем Че он вообще Скажет Неинтересно Друг он попросит Канолевая Так Тихо 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 Вон Чувак Побежал Собачек Стрелять Мы что Задание На Мы просто Пообщаемся Да Че он там Про ружье Нам скажет Вот это Ружье Ему и Отдавим Так Ну че Ты там Завалить Не можешь А Бедолага Блядь Собаку Стрелять Не могу Васька Крокодил Или Как У нас Рус Крокодил На В этом Деревне А здесь Какой-нибудь Петя Зубочистка Мать ее Отстрелять Не может Кабанчик Ой Кабанчик Собачку Зубочистка Ты че Не научил Тебя Что ли Прапор Не Прапор Волк Как Стрелять С Обрезом Правильно Подпускаешь Неспеша И Лупишь Прям В бошку Ей Он Он Так И Попытался Кстати Говоря Что-то Промахнулся Разнервничался Наверное Дернул Ствол Вы Учитывайте Еще Психологический Фактор Психику Человеком Ты можешь На стрельбах Как угодно Стрелять Все В десяточку Все В яблочком У меня так и выходило Я когда с ПМ Отдолбил Там Блин И с сайги И с этой Все в яблочком В тире Там Лупишь А когда Вот в крайне В крайне Сложной ситуации Ты попробуй Долбани Вот в такой Вот Когда тебе Там собачка Атакует За жопу Вот-вот Схватит Какой ты ПМчиком Будешь Хвастать Только в крайнем Постигается Умение Твое То что ты Там в тире Десяточки Выбиваешь Ну ты вот Эту десяточку Точно в лоб Поклади Ту же Эту собачку Да Ну вообще Даже это касается В жизни Когда у тебя Сразу же Начинают Эмоции шалить Нервишки Руки трястись Да Если там Опасность Другой вариант Смотрите Какая интересная Аномалия Аномалия Конечно Как она там Снежок Или как-то По-другому Может В этой аномалии Кстати Что-то обводить Будем Да Потом Ну Какой-нибудь Рецепт Нарастим Скоро Этим Тоже Придется Заниматься Вплотную Баркой Артефактов 5-10 минут Стандартный Подход Для всех Рецептов Ну там Конечно Так Слушай Он сейчас Всех Собак Зачистит Слушай Васька Зубочистка Ты молодца Медаль Сутулова Мать И он Получишь От прапора То есть От Волка Смотри Васька Зубочистка Творит чудеса Весь кордон Зачистил Сейчас придет Пацанам У костра Похвастается Хвостик Так Вырулен Из рюкзачка Смотрите Ребята Какой хвостик Он новенький Практически Это Не царапинки Сидор Будет рад Пойдет Там Поменять Но Сидор Не берет Допустим Кому-нибудь Загонит Запервач Наводочку С этим Со Стасиком Обменяется Смотри Какой хвостик А у Стасика Там тоже Своя Дорожка Пробита С болота Чертит Ползун Народ То двигается С это Поняли С болот Там рядом Переход Он там Уже Набил Канальчик И запчасти Потихонечку Разводит Новичков За Запрягает Новичков Чтоб они Тут ходили И шмаляли Нечисть За Определен Запервач За тот же За копеечку Вытягивает Всю нечисть В смысле Части И там У них Человечек Приходит С баллона Там уже Пробита Тропа Соответственно Это Он скидывает Ему части И получает Свой процент Стасик Хитрая жопа Не только Ворота Сидору открывает Все серьезно Ребята Беготней заниматься Вы вживитесь В персонаж Осознайте Весь их путь Осознайте Их жизнь В этой зоне Прочувствуйте Себя здесь Как будто Вы находитесь Беготней Не занимаются Беготней Заниматься Будете В других Играх Вон Колбасню Баттлфилд Играй Мы там бегаем А здесь Ты должен Чувствовать Сталкером Ощущать И быть Настоящим Настоящим Человеком Ладно Это лирика Давайте послушаем Чувака Да Скукота Проверить Проверить Есть или нет Он действительно Он наверно Канолевый Или нет Нет Он убит О тихо Анекдот Слушай Первый говорит Первый говорит Это мы читаем Точно Точно Врут Собаки Хотя Вот С хвоста Почему-то Шерсть Облизать Не вовремя Стало Врачу Что-ли Показаться Баська Зубочистка Мать его Задвинула Не обратно Так Ну че Зубочистка Накидываем Как твои дела А Это Петруха Вот еще Одна Зубочистка Ну ты Молоток Я не ожидал От тебя Разрулил Все так Ну в общем Зауважал Я тебя Мечен Может еще Немного Поможешь Мне Ну Помочь Я всегда Рад Ты Как себя Чувствуешь В порядке Вы тут Обосновались Мы тут С парнями Контролируем Эту территорию Защищаем От бандитов И прочей Нечисти За это Волчара И другие Опытные Сталкеры Время от Времени Сбрасывают На кое-какой Хабар Информацию Как видишь Вооружение У нас Совсем Не Современное Но с другой Стороны Патронов Много Не нужно Если Сможешь Принести Ружи Может Тоса Может И ВМ Для наших Задач Это самое Подходящее Оружие Ну и я Тебе расскажу Как получить Хороший Артефакт Из Плохого Вот Вот Эти все Рецепты Нам Друзья Надо Будет Собрать Вообще Желательно Все Но Они Мрут Как Мухи Здесь НЛС Такой Мод Еще Ладно Мне Нетрудно Видел У Сидорыча Ружье Ну короче Отдадим Ему Это Ружье Которое Сейчас Юз Тут Без Разницы Отдавать Ему Необязательно Канол Так Мы Посмотрим Как Мы Сейчас Даже Починим У нас Ремонтные Наборы Есть Можно Починить Все Стволы Заодно Проверим Насколько Он Чинит То есть Я к тому Что Надает Страх Двигаются Вот эти Зубочистки Все И квестовые И не Квестовые В аномалиях Гибну По глупости Горыныч Гляжу Тут Ты Не особо Таи Ориентируешься Так Сразу Вот Я тебя Предупреждаю По соседски С волками Не связывайся Увидел Вали Чертвой Бабушки А то мозгов У них Ноль Сначала Очерки Прошью А потом Уж по документам Погляд Как сюда На свалке В ангаре Сталкер Ветеран С серьезным Видом Тащится К туалету Что во дворике И придет С собой Здоровенный Такой Тяжелый Рюкзак А рюкзак Плохонький И стволы Весь Каждый Дельный Пакетик Завер Полнехонький То есть Новенький Аж Смазки Еще Патроны По коробочкам Разложены Кучи артефактов Ну и из ангара Голос Сталкера Новичка Друг Ты зачем Рюкзак Та в туалет Тащишь Там настроение Такое На всю свою Жить Насрать Хочется Тот видишь По зоне Все по зоне Сидел бы лучше Дома Первопроходец Ага Пошел Значит все таки В зону Васька Зубочистка Соболазил Что то устал я Спанталыку Сбил Пойдем в зону Херам Работы Нет блин Никому мы нахер Не нужны Водку Траву Курить Блять Заебло Уже Пойдем в зону Артефактик Нарули И будь что будет Вот так вот Решили Петя Мокрица И Васька Зубочистка Посидели Попумекали Дома За бутылочкой Че нам тут ловить Да работу Не канать Заводы Все предприятия Закрылись Шахты Нерабочие Двинем Камы Братуха За артефактиком Может какого нибудь Жида Йобу Жира Йобу Скинем Потом Да и Разбогатеем Так нечем Ремонтировать Ну да Это мы Кстати вот это Вот на момент Надо проверить Слушайте давайте Наверное ремонт Пробьем Сейчас вернемся Поспим И знаете чем Займемся Мои дорогие Мы с вами Займемся Научимся Так вот У Сидоровича В подвале На двери Висит Товарищка У меня Есть все Что нужно Настоящему Сталкеру А под ней Еще одна А если у меня Чего то нет Значит оно Настоящему Сталкеру Не нужно Ну ты Сидоровича Ток Хобот Хобот У него Длинный Нюх Хороший Вот давайте Батончик Заберем То есть Мы наверное Начнем Водка Конечно Дорога Но вообще Водку У них Надо все Это будут Нам скупать Рано или поздно Потому что Нам там уже Кузнецову Там по-моему Целый ящик Нужен Ну по-моему Не меньше Десяти бутылок Кузнецу Нужно Это точно Я помню То есть Да и не только Водка Это вообще Тут по-моему Все наводку Только и меняются На болотах Там наводка Нужна Да везде Вот эти вот Артефакты Части и водка Это ценный материал Короче ребят Будем сейчас С ремонтными наборами Разбираться Это мы еще не юзали Вот заодно Ну как им пользоваться Ну я помню Там в принципе Не сложно Там запихал их Да Потом открыл И обратно воспользовался Сейчас разберемся Вот смотрите Да Аномария гуляет Прям по этой По опоре Да Прям по опоре Гуляет Но это даже Не аномалия Может быть Там Ну скорее всего Почему не аномалия Аномалия Тока то нет Нигде Какой тут Ток может быть Электрического Нигде нет Или есть Местный кулибер Генератор Это стоят Наверное Все таки есть На тех же болотах То есть Там генератор Работает Ну в смысле Я имею В общем то По зоне Как бы Тока нет Нигде Короче Разберемся И с этим То есть Сейчас поспим И с утра Пораньше Займемся Насущными Пробьем там Как пользоваться Всеми Пообщаемся С Сидором Может быть Какой еще Квест возьмем Перетянем Наверное Знаете что У нас должно Должно Хватить Там если что Перетянуть Все вещи В этом Со Стасиком Пообщаемся Стричь Как красиво Со Стасиком Сейчас наверное Еще и гром И гроза Начнется Пообщаемся И перетянем Вещички Из того тайника Дия Оставил Перетянем В наш Это Там будет Надежней Гораздо Надежней Не доверяем Мы сейчас будем Уходить По всем Локациям Бегать Тут Шалобоны Местные Так Мы еле Еле О Ребята Я очень Что там Бармен 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 Народ Вспышка Пока Что там Вспышки Пока не нужны Под заказ Так Все Я уже Спать Хочу Сейчас Я уже Спать Хочу Ребят Сразу Наверное Падаем Сейчас Даже Ни с кем Не общаемся Сразу Спать Падаем Сейчас Мы надолго Кстати Говоря Ребят Здесь Перетянем Прибыли Разберемся С Ребят Короче Не спеша Все Делаем Чтобы Ничего Не забыли Ну То есть Для себя Определяешь Что Сделать Потом В то время Не сижу За Ребят И Как бы Все Забывается Приходится Это По месту Освежать Так Все Уже Братва Вся Внизу Спит Волк Все Уже Ребята Внизу Туда Спустились Никто Куда Там Внизу У нас Двое Отдыхают Товарищи Волды И еще Там Кто-то Есть Зачем Нам Этот Ствол Пока Не понятно Может Сидор Можно Скинуть Я не Помню Можно Оружие Скинуть Или Верго Скинуть Там Запчасть Вот Здесь Двое Видите Двое Отдыхают Я не хотел Тебя Дергать Небрежный Лешка Небрежный Тогда Давай Дерись Анекдотом С утра В смысле Глаза Спорят Как-то Бармен С Волком Бармен Связка Ломов Как правило Тонет Волк Ну Рту Тип Да Это же Мы читали Это мы читали Они Конечно У них Свой Юмор Надо Еще К этому Юмору Привыкнуть Так Отлично Надо К этому Юмору Ребят Привыкать Нам будет Зоновского Особой Не умыть Что же я Фотоаппарат Тут взял Так Ну что Начнем С Горыныща Рассказывай Будем Никто же Не поверит Да А вы Притоплив Висок Хочу Ну Благодарим Глаза Презент Есть Патрон Ребята И Да Ваши Багиками Так Ну Отлично Я так и Думаю Что У вас 918 545 762 12 12K Ух ты На сайгу Да Давайте Наверное Антирады Возьмем Антирады Сейчас Наверное Нужны Будет Нам Очень Много Причем Этих Антирадов Пригодится Наверное С них Начнем Сколько Одну Штук Три Штуки Еще 2000 Руб Три Антирады Закониста Да Немного Подумаю В следующий раз Стоит ли Вообще С этим Совсем Связываться Ну Поча Че Немного Нормальная Думаю В принципе Если Налегке Быстро Туда Сюда Сбегал За Три Антирады Чем Немного Недоволен Да 500 Рубриков За умывание Чтоб Горьем Вот С этим Сейчас Будем Совсем Разбираться Надолго Мы Здесь Ребят Я Ничего Подрезать Не буду По месту Вместе С вами Ваш Все Набор И так Далее Так Мась 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 Не умех А Вот это Не забыл Видите Не забыл Подъем У меня Весточка Хорошая От болотного Я тебе Принес Такую Мась У тебя Коленка Твоя Махом Вылечишься Добрячок Тебе А Как оно Костик Как нога Да плохо Все хуже И хуже Ты там Доктора Не видел Да видел И передал Твою пул Восьбу Вот результаты Склянка А Банка Я тебе Обещал Контейнер По дешевке Отдам За штуку По рукам Что за Контейнер Кстати Он нам Обещал Для артефактов Поход Вдруг Какой-нибудь Хороший Там На два На Так Баночка Тысяча Потеряно Блин Для восьми Артефактов Такой же Как у меня Да То есть Можно было Не брать Ну ладно Этого мы не знали У нас будет Их два Теперь Учить Старый Кровосос Кровосос Молодого Ты на Кордон Не ходи Там Сталкеры Новички У них Денег На Антирадиационные Препараты Че там Нет Они Водой Лечатся Я раз Сожрал Такого Потом Два Дня С похмелья Болел Ну да Местный Самогон Это Не как На Большой Земле Что-то Я вам Говорю То есть Рецепты Свои Так У нас Два Эти Контейнера Появились Использовать Без Разницы Достаем Кровкан У меня Есть Надо Будет Со Стасиком Перетереть Сейчас Колбаску Сидору Задим Две Башки Десять Колбасок На Руках Две Аптечки Сколько Там Шесть Антирадов Короче Сейчас Мы Надолго Тут Ребят Сейчас Я Пока Мудичку Сходим Пока То Сем Ремонтный Набор Попробуем Использовать Починим Починим Ствол И научимся Как это Все Делается Это Надо Все Соответственно Нам Понять Сейчас За колбаску Тоже Какой-то Добрячок Подгонит А может И квест Возьмем Там Второстепенный То есть Пока Не общались Насчет Основного Задания Не запускаем Это Задание Все Делаем Поэтапу Здорово Здорово Так До Повыброса Колбаски Бэм Так 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 Ну эти бумажки ну ладно в порядке исключения давай перечисли мне 3300 заразовый доступ из-за хабар можешь не беспокоиться заразовый доступ это нам ни к чему то есть один раз а потом опять ему платить то есть постоянно ему 3300 зачем мне это уже на три дня берем на три дня то есть подгоняем артефакт и на три дня свободно можем пользоваться так отлично прячь хабар спец ящики я не смотрю да можешь и смотреть в принципе я не смотрю такой чё-то так ладно сейчас бежим короче наши все скидываю быстро чтобы добежать до тайника наш заберем все что там есть перетянем сюда потом разберемся с рим ящиками рим ящик кстати говоря у нас там там и находится рим ящик все побежали надеяться что там никто ничего не потянул будем надеяться но надежда умирает последний тут мы блин в кишке с вами побывали за это время там смогу с болот тянется какая-нибудь падла могла заглянуть нравится мне как это аномалия смотрится работает класс зимон видите да толпает по левому борту тянется два упыря вот они идут с болот я вам точно говорю вот эти два ахламона вот они могут так тихо там кабаны они вот такие вот ахламон чеки в легкую почистит в ваш тайничок который находится прямо здесь поэтому лучше конечно не оставлять вещи надолго так народ пока отстреливает кабанов не обращаем внимание быстро забираем все что есть если чё-то что-нибудь осталось а мне еще и коллаж из вдобавок все короче снимаем еще и водка есть так мы живем и водкой куда 5 по данным надо еще отдать это будем короче не спешим вергосу отдадим все потом свое время на ну то есть сломаем pda и взломанный загоним новичков нынче как собак не резаны на так все сейчас мы все сделаем ребят и выброс через час кстати говоря выброс через час сейчас пока разберемся с ремонтом там там уже и выброс и потом наверно мы еще раз сидором поговорим что-нибудь какой-нибудь дополнительный второстепенное задание вы точно говорю вот так вот такой подход видите вообще никуда не спешит и подряд не запускаем я же по идее могу сейчас уже запустить на волка ну на волк этому запустили имею ввиду там на свалку этот основной взять мы этого не делаем себе в начале то есть работаем за когда заход на какую-либо локацию спокойно размеренно работаем на налог на локации со всеми общаемся берем задание выполнять только запускают основные какие угодно другие квест так давайте посмотрим использовать там по-моему надо сейчас сложить начать а так вроде как помню то есть надо нам вначале то есть заглядываем на туда должен высветиться да вот заглядываем внутрь здесь у нас замочек складываем туда время время набор и все на вот у нас оружейные и для брони потом снимаем замочек по моему нас закрываем чтоб они как бы активными станете по моему так а может и не так может все гораздо проще по моему как-то так начали мы активируем эти наборы внутри ящики они как бы он разложил мы предположим так если как в реальности вот видите да стволы надо полюбасу чинить стволы по моему сразу два он починить а если допустим давайте вот калаш поставим допустим вот так вот сделаем калаш допустим сюда поставим калаш там убиты так и сюда поставим сюда он не хочет почему-то не а форт еще есть новенький мы же получили форт так короче ладно давайте попробуем так тихо собаки 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 блять вы че щас не не до вас там рожке есть патрон если что вроде были на повторяю все заглядываем ящик просто попробуем хотя бы калаш один починить вот 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 очень он говорил оружие бронежилет два набора то есть вот для оружия и для броня слишком сильное повреждение брони то есть броню я в принципе это так можно попробовать броню починить в тисках вот это кстати вариант может так он автоматически сюда попадает можно обратно положить давайте калаш починить то есть в тисках возможно больше дает возможно то есть вероятно слишком сильное повреждение оружия вот так вот даже калаши не смог починить сейчас надо наверное сбегать будет нам бандитом туда попробовать так ну тогда снимаем замок и забираем ящик сейчас мы попробуем знаете что туда птицкам наверно сбегаем я хочу все таки вот это надо все сразу для себя уяснить понять 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 в каком состоянии можем в тисках сможет починить поняли вот этот вот калаши смогу может быть тисках там принципе ну насколько там что нужно сталкин так сейчас с этим разберемся может продлить то есть всегда можно продлить да и три дня до с а можно наверное сразу на 22 артефакта и неделя вот этого я не знаю точно можно сразу два ему загнать допустим так 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 как же нам сделали на сразу сбегать что калаш возьмем с собой починим 70 патронов форт оставим на поток форт новенький на свалку оставим пока этот поюза так мы чё давайте мотанёмся а ребят мне просто вы потерпите я думаю ничего страшного если мы с ним на тонус на там у вербиса я не помню можно почему вербис по моему нельзя надо будет нам отонуться на это этот тоже умеет по идее он должен сразу два ствола чем броню вообще надо выкинуть ну в смысле она практически нам не спасает вообще никак не помню то же самое что как в свитере ходишь да в этой броне ну ее можно починить наверное да там деньги в баре или потом на броне я пока в раздумьях сразу идти или не идти блин потом как-нибудь подобрать на время а ребят бежать не туда не туда вот куда нужно Ну, вроде как все, 200 этих, этих Так, что там у Сидоровича? Сидор, вот, Сидор мне, ну че тебе, болезнь, чуть медицинный потрошек, это, конечно, хорошо, но может деньжать немного, или посущественней что-то, отработал, а то надоело ходить оборванцем, так, это короче квест, это короче квест, так, давайте, наверное, быстро сбегаем, а, все-таки блин, надоело сбегать, какой-то квест вы видели, да, какой-то квест у него, ребят, сейчас возьмем, сейчас зайдем, наверное, к этому, посмотрим, может у него можно починить, так, что-то он хвост срезал, ну, хвост он срезал, меня просто знаете, что мучает, какой вопрос, вдруг в тисках он, то есть больше гаража, больше повреждений можно, вот здесь видите, да, в тисках, но здесь-то они не активны, а вот у бандосиков, там где Петруха, там есть у нас тиски наверху, давайте, наверное, смотаемся, а, вы не против, ребят, если я быстренько мотанусь и проверю, я же говорил надолго, сейчас застрянем пока, что к чему, чтобы мне сразу понять, что он ремонтирует, что он не ремонтирует, там, наверное, не обязательно ремь ящик, естественно, тиски, да, только наборы берешь, но на всякий случай, я пока еще не уверен, возьмем так и сделаем, просто посмотрим, что можно вообще вот в этих тисках ремонтировать и какой процент, вдруг я смогу этот коллаж починить, там, да, допустим, потому что что-то получается, даже половины нет урона, да, он уже не может починить, да, там, меньше, сколько процентов вообще, для чего вообще эти ремонаборы нужны, если вам так, невозможно с помощью этих наборов починить, да, допустим, если у тебя, блядь, надо было все это скинуть, а, вот у меня, короче, это, какой-то бардак в голове, ребят, надо было все скинуть и горяком идти только с ремонабором, и с плашом, да, я как-то, конечно, все набрал, но я нет, в сомнении их был, идти, не идти, ну ладно, раз уже решили, сейчас проверим, да, как это вообще, 30 процентов, да, наверное, 20 процентов, сколько, 15 процентов убитости того же ствола или брони, ремонабор, ну, то есть, да, насколько его хватает, то есть, вообще, есть ли в них смысл, может лучше чиниться уже, допустим, у этих местных, у Рибины, там же в баре, допустим, какой-то есть ученый, и не переживать, да, ремонаборы, то есть, если у тебя вообще, наверное, минимальный, там, процент износа, 5 процентов, допустим, тогда только ты сможешь починить, да, износа, допустим, ствола или брони, или, там, 10 процентов, тогда только реально починить с помощью ремонта, вот сейчас вот проверим тиски, вот этот вопрос меня мучает, сейчас мы проверим с вами тиски, если это тоже жопа все, не канаем, тогда будем уже, забудем про ремонаборы, ну, то есть, будем тогда чиниться в этих, нам, конечно, вещи все скинуть, я набрал, просто думал находку уже, если мы пойдем, потому что-то у меня все-таки немного по-турецки делаем, но не страшно, ребят, попробуем зато, а вот здесь вот у них наверху есть тиски, что он вообще в этих тисках может чинить, и как, и как все это делать. ну и... то есть, что мы, давайте, наверное, калаш попробуем, да? сюда ставим калаш и броню у нас видите, калаш не сильно-то и убитый, а то есть, уже проблематично починить, так, и что, надо, наверное, эти достать, да? ремноборы, чтобы, открываем ящик, вообще, ящик-то он и не нужен, когда, если есть тиски, просто ремноборы, чтобы, International слишком поврежден, поврежден костюмчик-то, слишком-то поврежден костюмчик, блин, ну это вообще не судьба, как-то добыть, Только нам придется в этом лохмо В этих Никчемном костюме ходить всю игру Ну, в смысле, не всю игру, да, там Мы-то нарастим, это понятно Ну, то есть, видите, да, даже тиски Не помогают, он слишком убит Слишком убитый костюм Подожди, а ствол Почему он ствол? Только, значит, броню в тисках В тисках только броню, что ли Вообще, в ней Просто в хлам убитый костюм Подожди, а если просто Допустим, для оружия ремнобор Достать, да? Сейчас мы поманеврируем Потому что я этого не знаю, ребят, честно скажу Может, тут и можно, да? Может, тут и можно Как-то, допустим, ремонтный набор Для снаряжения, да? Нам надо для оружия В смысле для оружия Снимаем, да? Ну, два, в принципе, два ремнобора есть Там два ремнобора В какой-то смысле Нам, по идее, и должен Только Короче, не чинит он броню Почему он ствол в тиске? Там же у Вергаса стволик в тисках зажат По идее, должен и калашик Как-то ремонтировать А, или они только сделали для брони? Они, наверное, только сделали для брони, да, ребят? Ну, вот, видите, ремонт оружия Вот так вот сделали Ну, что, надо просто таким образом, да, иметь в рюкзаке Не, не хочет Все равно такое Ладно, ясно Короче, только в тисках можно только броню Ну, странно Могли бы, конечно, как бы и ствол тоже добавить Чтоб можно было в тисках и ствол чинить В принципе, у Вергаса наглядно лежит тозик в тисках зажат Значит, чинить можно, да, казалось бы А здесь только броню Ну, отпишитесь, я точно знаю Может, и ствол То есть, не все тиски так Все, супер, еще и вы Не все тиски-то какие-то отдельные, да Может, можно и ствол чинить в этих тисках, да То есть, везде по-разному Там, на локациях, там, допустим На какой-то локации мы можем и ствол починить То есть, это тоже надо узнать, все дела Так, давайте тогда выбрать здесь Сразу переждем Сразу воткнем Пусть тогда они там будут уже готовы, да Активированы в ящике А ящик просто уберем Ну, то есть, даже смысла нет в этом рим-ящике Раз он там 10% Хороооо Хорооо Хорооо Субтитры добавил DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok ДимаTorzok 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 починить эти стволы он должен починить согласитесь да в основном кстати этот убитый у нас побольше поэтому мы сейчас встанем раскроем ящичек и до ума доведем раз он калашин хочет чего вот эти стволы он должен починить все с пользу что-то началось вроде похожее на правду да чудо прекращаю какой даст вот оружие немного приведено в порядок это другой разговор ну наверно этот тозик починил по идее должен сразу два ствола чинить ну вот для снаряжения тогда потом на потом оставим бронь новую раздобудим так посмотрим полностью починил полностью починил а этот не починил то есть он этот один ствол что лечить ё-моё а ну так надо один ствол только держать да на каждый ствол свой набор ясно то есть он починил поставили в первом первый слот да починил ладно тогда будем иметь ввиду что надо иметь один ствол только тогда можно починить ну в смысле в этом в каком в один слот ты качество тогда сможет починил сразу он два ничьи так ну все вроде да на руках нам должно хватить с вами на подвиг а всего а возьмем все таки да давайте все таки возьмем мы дотянем в принципе то что канистра нам прошлый раз это из-за канистра ну конечно он тоже весом но я не хочу там нычку никуда если мы найдем тот же выверт там много вывертов в кишке нам сейчас все нужны и деньги и артефакты поэтому пока мы гулять по кишке надо его будет упаковать в контейнер вернулся стопудово какой-нибудь выверт точно нам а сейчас нужно все нужно все эти артефакты там а нам еда нужна еда нужна еды не так ну давайте наверно тогда еду сберемся мы еще в санаторий за неплохо отстреляем бюро вот еще аккумулятор все нужно на самом-то деле фляжка нужно часы нужно батарейки это моя любимая все ты татаратара да с меня песка еще то вот смотрите сюда но у тебя и запросы и пара саты это зачем тебе еще игрушки гонять что их меченый делом бы лучше заняться нормальным лишь и память повернул да и с бабками да ясно аккумулятор нужен артефакт давайте вот поклесить то чутье болезни чуть медицины и потрошек это конечно хорошо но может деньжат немного или посущественнее что-то отработал а то надолго надоело ходить оборванец есть тут одно дельца как раз для тебя в общем слушай оборванец ты про зверолова в кишке уже знаешь мне это в общем их дела охотника по бабу по барабану пусть себе потроха всякие солят суть не в этом суть в том что они как-то всю эту тревогу по каким-то своим каналам сплавляют мне очень интересно они уходят ли по тем же каналам и артефакт ситуация такая что мне нравится как себя ведет последнее время мой основной скупщик видимо придется поискать другого более щедро так вот меченый поговорили поговори с одним из охотников начальники то их не скажут ничего это понятно но может что-то и у простого зверобоя есть чем порадовать старого синдра а так колбаса это было просто предлог старый старый ты жук и кого мне там спрашивать каждого встречного поперечного нет сидор ну давайте наберем квест опять на кишку квест ребят видите да суперс то есть мы сейчас обратно возвращаемся на кишку ищем какого-то зверолого а догадливый зачем каждый есть там у меня на примете один сговорщик заходит иногда китайцам кричит где-то в районе северной стоянки обитая вот с ним и потолку только не затягивай коммерция простое не любит если за день не управишься то я другого гонца на более право ну так и станет ведь и за день надо успеть опять же порвать я не намерен ребят как успеем так успеем ведь сюда за день я должен перетереть с каким-то китайцам китайцам кричит на северной стоянке наверно где-то в конце там кишки попада потом посмотрим еще там разрулить этим китайцам все это за день то есть это надо сейчас кидать и бегом лететь мы этим заниматься не будем пешочком так ну дробь у меня нет артефактов так что все равно взяли какой-то квест любом случае в кишку собирался а вот заодно посмотрим что там за китайцы партию артефакты каким-то странным образом уходят у них артефакты найди китайцы и потолку этот китайцы я вам 100 кулова гарантирую запросить за информацию что-то тому еще заранее если знаешь ты уже готовишься отнесешь собой то что он попросит мы этого не знаю поэтому идем слепую так давайте патрончики втыкаем и двигаемся вот такого вот прохождения он даже заранее могу посмотреть и узнать что там китайцы попросит замен за инфу все это подготовить потом только идти но муж так не делаем и делаем живую мы сейчас идем китайцы и просим все это за день надо успеть разрулить чем он там попросит он стопудово просто так вам инфа и не поделиться стопудово чё так тихо ты чё творишь мужик аномалия нарисовалась супер так друзья повторим там аномалия прям на входе нарисовался кстати вот этот нюанс как-то аномалии случайным образом появляются вы видели да прям у сидора здесь проходе появилась аномалия убила она то есть аномалия появляется где угодно я так понял даже в доме если вроде вы стоите там от выброса заныкался тут расти аномалии убил так мечу стволики до 5 на начать чине то есть китайцы ребят какой-то китайцы нас на повестке на северной стоянке в кишке узнать почему у скупщика то стать какие-то там эти возня со скупщиком на возможно там помимо за частей от мутантов они трюлюют еще артефактами эту информацию надо узнать некого китайца который тусит на северной стоянке а этот китаец хитрый жук узкоглазый блять попросит еще что-то за эту информацию что кого-то приложить отстрелять или притаранить ему какой-либо доваряк виде там я не знаю чего артефакта поняли поэтому берем ящик вдруг найдем какой-либо артефакт там первого уровня вдруг он за инфу пан попросит мы ему накинем тем самым выполним квест может что-то другое попросту что-то стопудово попросить он должен просто так они информации никогда ни с кем не делятся мы это знаем с вами никто и никогда за тогда чем он там те рассказы но с этим разберемся все сейчас так самое главное занык весь пробиток заныкали нычка теперь уже спокойнее на душе гораздо 2000 рубликов есть колбаска антирады аптечки бинты патроны все на руках стас скучаешь может сыгра ну-ка мне тут ребята наши то ли что ты шури рычи тот мил человек подумаю я пожалуй строить без того вообще связываться так что пока вали отсюда не хочет он с нами пока дела иметь надо еще несколько квестов выполнить чтоб он раздобрел да не настолько мы еще с вами но здесь наверно игра не настолько видите то есть надо еще поднять свой авторитет здесь по выполнять еще более относиться к нам соответственно по-другому можно будет сыграть действительно там на артефакт наводку так супер мои дорогие все отправляемся 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 в кишку еще одна серия разрулю полностью зачистим все сделано найдем китайцы где-то северная стоянка это стопудово дальше туда за обкомовской хаты по прямой там где бюреры через мост там где-то в самом конце засел если север в самой шопе в этой кишке он сидит так еду можно конечно в принципе еду я не хочу втыкать а вот антирады наверно воткну еду я успеваю так там зомбарики мы успеваем вроде то есть вот антирады должны быть всегда у нас быть на мази антирады это так давайте посмотрим f3 по моему до антирады у меня f3 чтоб все точно было мы пользовались меня уже подзабыл f1 у нас аптечка на f2 перевязка в 3 антирад и энергетиков 4 энергетик кстати тоже вещь но ее используем тоже только в случае подъема артефакта а допустим или отвалить куда тебе от мутанта или ты и рюкзак скидываем или отвалим так давайте наверно за проход нам нужно будет части на эти отстреляем к вам всех не будем отстреливать часть мутанта с ними чтоб нам пройти через пешку так стоп 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 радиоактивно надо делать все аккуратно все эти кабанчики нам дадут час просраться по полной программе если будем мельтешить так туда двигаться не будем отсюда отстреляем так просто снимем один одно копыто и отвалим так 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 ты не шути со мной сквозь меня пролетел вы видите да кабанчик хитрый какой а бодануть хотел своим рогом бля зацепить меня порвать знаешь как рвут кабаны в реальности кто на охоте был да кабаны рвут его не пробьешь блять картечь его быстро с первого раза он тебя может разорвать на части этот кабанчик зарихватский так что не расслабляемся здесь то же самое представим как в реальности все то же самое своим клыком тебя бля насадить на жало бля на кукан бля заверещишь и запоешь бля всеми голосами блять природы или да видите какой там блять кабанчик какой у него клыкастая тварь а так что не расслабляемся так тихо 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 от них радиация мне надо всего лишь с них копыта снять и все уходим отсюда только копыта снять и все одно одного достаточно тишина ждем подлетов с подветренной стороны сейчас подлетит и сюрприз да троих положили копытца не снял странно но вот он идет отлично суперски тозик да еще один ух ты выдержал бронеловая тварь а броня там козь блять не берет от аптечной дроби может в аномалии о отлично блять аномалия сдула видели да аномалии в аномалии сдулся кабанчик вот отличный кабанчик нарисовал копытца из четырех кабанов с пяти из шести только одно копытце ну как это так может быть вообще вот такой вот у нас уровень тут же пень полная ребят как нам прорваться как нам выжить в таких условиях невероятно сложных так еще одно копытце нарисуй нам срочно только чтоб аномалии не убил видели да его аномалии зажмурило этого кабана все уходим копытца на проход есть идем в кишку кушаем антирад иначе я сдусь видите как с головы не с головы все равно лупит радиация вот надо чтобы в таких случаях если есть аккумулятор какой нибудь артефакт там у тебя минусовая радиация да ты втыкаешь соответственно этот артефакт и спокойненько с кабанчиков снимаешь прибыток в смысле срезаешь все копыта да не переживая допустим какой нибудь артефакт который минусует радиацию убираем быстренько втыкаешь и пошел срезать копыта без проблем да мы там в будущем все так и будем делать дальше когда будем проходить сейчас пока таким образом действуем так все мои дорогие двигаемся в сторону кишки копытца на растерии ищем китайца мать его некий китайц там шебуршится скупщиком по поводу артефактов сидору требуется информация тянем за хобот китайца на разговор да что он вообще потребует это меня больше всего интересует день на все прос все дается только один денек на все ну короче сутки нам даются вот сейчас мы вышли с утра да где-то уже время там вот соответственно к завтрашнему должны успеть если конечно что он там потребует вот это мне больше всего взамен за информацию вот и проверим да бес меня не жди отдал броник в починку не идти же к Богу а второй заиметь слабо пока первый чинят это все детские отговорки Дима синий ага второй заиметь я в таком уборванном костюмчике хожу и то скажите спасибо ну вообще да то что у нас есть вообще такой этот костюм второй заиметь нам чтобы второй заиметь это еще надо тут попыхтеть выложиться чтобы какой-то дополнительный костюм заиметь явно на то есть не здесь где-то дальше уже сможем на допустим на агроз военных снять ведь там я не знаю выменить может так саня гейбарит чё к чему да ничего скучаю вот сижу батончиков у тебя нет колбасок тоже по пути иду скупать там еще в санаторий я нырнуть хочу ребят в эту серию если успеем еще в санаторий нырнем до китайца вначале конечно до китайца ищем китайца там если где-то в самой заднице у негров я имею в конце локации то это нам на всю серию хватит игры всю серию будем ползти туда поэтому конечно но в санаторий обязательно нырнем на обратном да на обратном пути надо там мы проход открыли после выполнения квеста по шустрам мы открыли проходец который ведет санаторий кружку мы не снимем но артефакт хороший отличный мы заберем там у бюрера приложим должен быть какой-то суперский артефакт дорогущий дорогущий артефакт должен быть на руках еще отстреляем тех бюреров которые на мосту два помните с тозика я думаю быстро смогу с ними справиться тут раз мы с каким-то этим патрончиком слабым стреляли ну в смысле с обычного пистолета а сейчас мы с вами а не у нас коллаж был у нас коллажа стреляли ну в любом случае тозик то получше будет так если поближе подтянуться если они дадут конечно такую возможность тут у каждого мутанта свое влияние собачки псевдо бюреры тут кошки у каждого мутанта свое влияние на главного героя от кошек по-моему спать он хочет от бюрера там тоже у него все троица двоица херово ему собачки тоже пси воздействия имеют стволы из рук выбивают попробую выживи так все еще один еще на серии ребят еще один рывок в кишку слышишь брат ты прячь ствол и вали к нам поговори слышишь чё да бандитский говорок у чувачка ты чё откуда здесь вообще да раньше бля наборово шнырил короче шнырь наборово двигался да вот сейчас вот решил к Дэну податься кинул он меня падла а чё вообще как да ночью вой стоял на всю округу аж вскочил говорят собаке не бойся а я думал мертвецы устали все разом заорали так жутко было что ты не поверишь вот давай у тебя макс горбун раньше шнырь борова макс горбун сейчас у Дэна в бригаде видите да тут они все повязаны бандюки соответственно обычные сталкеры они тоси боси ляси тряси у них все на мази все схвачено так что вы ребят тут не расслабляйтесь Дэн он там тоже сбора вам трет вы что думаете вот этот одноглазный одноглазный одноглазый товарищ только своей бандой руководит он сбора вам перетирает где-то в этой заднице мира мы найдем китаец путь нам предстоит ребят нелегкий посмотрите то есть пройти все тем же путем мы пройдем вдоль этого забежим к Дэну к Игнату вот в санаторий тот проход который новый открыли и соответственно наверх двигаемся где-то там через бюреров пройдем и думаю там где-то стоянка китаец короче этот квест позволяет нам полностью зачистить локацию кишка ну стой осмотреть квест от Сидора позволяет нам осмотреть полностью эту локацию освоится здесь ищем короче китайца пытаемся его разговорить что он потребует взамен вот это конечно мне больше всего интересует ну и по итогу если мы ничего не получим не получим с этого ну смысле китайц вне сознанку уйдет молчим будет молчать пока мы допустим что-либо ему не принесем тогда будем нырять в санаторий у нас день вообще на все про все у нас день успеем мы там не успеем что там ему надо остается загадкой так теперь надо только мне подумать как нам лучше идти как нам лучше идти наверное через Дэна потом на обкомовскую хату и там уже мы где-то рядом о через Дэна через Игната ну как бы так же здесь нет смысла ничего гонять никого всех отстреляли этих собак там на той стороне у нас радиационный фон мама не горюй сразу прижмурит поэтому идем с этой стороны сейчас опять так же до пацанов у лэп которые тусят у вышки сохраняемся и попробуем тоже там прорулить наверное до этого до Игната или же каким-нибудь попробуем по-другому пролезть да чтобы нам так как бы разбавить атмосферу вдоль дороги в принципе можно попробовать но правда там тварей конечно просто такое количество невыносимо будет пролезть вдоль дороги там впереди кабаны бинокль нам надо еще заиметь срочно да ребят надо заиметь какой-то бинокль нам что ли у кого это только заиметь кто нам подгонит бинокль у сидора был в продаже но он не всегда появляется макс горбун шнырь борова он надо дэна предупредить чтобы он ухо востро держал этот макс горбун вот тот который бандитским говором слышишь что иди сюда перетрем там побазарим этот бандосик бывший может это шнырь теперь горбуна стал то есть шнырь дэна стал то есть поручение дает отнеси борову весточку инфу там вот у меня есть наводка то что прет бригада долговцев вся ослабевшая с темной долины на свалку приготовь там сообщи своей братве что можно брать бля ну предположим долговцы подуставшие отстреливали мутантов патронов мало они щемят их короче или те или наоборот ну в общем в целом все повязаны друг с другом не расслабляйтесь в этой модификации все так и сделано то есть все друг с другом имеют какие-то эти какие-то дела или делишки или делишки у прокурора только как бандиты говорят как дела дела говорят только у прокурора так вот смотрите там что творится бардак полный как нам лучше пройти то с вами отстреливать не отстреливать бля сразу рубать когти макс горбун васька зубочистка петька макрица бля классная да игра говорите сталкер чё там сталкер чё там нлс давай там двигай какую-нибудь это да нлс это вообще мод всех времен и народов ну в смысле да самый лучший из всех так тихо-тихо собачки нам не дадут просраться как раз таки слурики выбивают как раз таки наоборот дадут собачки твоим так тихо-тихо-тихо ребят ёлочка творит конечно но не всегда не всегда видишь он сюда забежать белые собаки больше какие-то мутированные не простреливые прострелить не могу много как вас много так тихо и этот выбило ствол падла и пистолет и ружьишко моё я потерял так аккуратно берём обратно втыкаем так вот тебе и тебе тоже не болеть надо стволик не забыть поднять он никуда не денется трейд три блин сколько там дроби то не так то и много но бюреров надо еще приберечь так так ну чё снимаем пистолетик забираем все 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 отлично и все белые сейчас наверное хвостиков снимем парочку я вам точно говорю с белых собак чаще выпадаем вот отлично и с этой сейчас еще будет хвост смотрите симселябим во суперский два хвостика с белых собак вот для себя отметим на мастере два хвостика стопудово с белых собак ну с этой партии поэтому предлагаю сохранить игру нам же все равно еще на выход надо будет с кишки чтоб не этим не заниматься и отогреемся все воздействия у костра чуть-чуть посидим отогреемся то есть снимем этот эффект то есть выбираться то нам надо вот считай на обратную ходку мы уже два хвостика заимели сейчас посидим у костра с братвой я восстановлюсь немного посмотрим на костер он вроде как восстанавливается патроны 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 поста ну в смысле эти мощные гранатка есть одна вот может быть эта гранатка нам поможет в санаторий, разгулит ситуацию так ну три антирадона все про все должно хватить, там в санатории по-моему, радиация, да, лупит там радиация лупит, если мы если бы мы с вами заходили с этой стороны да, со стороны кордона, там где железнодорожный туннель, там, конечно, на лупе а вот с этой стороны мы еще ни разу не заходили ну, по крайней мере, я не заходил со стороны кишки в санаторий, как там вообще у нас какой расклад по поводу радиации вот это будет интересно так, еще и кабанов не хватало нам кабаны нам не надо на кабанов тратить антирадом так может спустимся к дороге попробуем, да сейчас наверх сюда заберемся смотрим, что там внизу творится и артефакты, еще артефакты смотрим вдруг действительно китайцы попросит какой-нибудь артефакт первого уровня за информацию, да, предположим у нас уже будет все на руках поэтому, видите, надо все-таки контейнер я пока взял для того, чтобы вдруг действительно тут особенно выверты появляются часто на этой локации выверт радиоактив сейчас все это надо так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо ага, вот он момент истины смотри сюда атмосфера зоны вот этому влиянию поддаваться никак нельзя оно на нас тоже очень очень негативно повлияет вот это вот влияние фантом, да фантом зона живой организм мысленная ноосфера вернатского то есть она сама активировала этот фантом, предположим эх, какая погода классная и не верится, что это зона то есть попадаться под влияние этих фантомов тоже не стоит, я думаю так, давайте вот теперь попробуем с этой стороны пройти мы еще так не гуляли с вами вот и заодно проверим насколько меня хватит насколько меня хватит вот таким вот образом если мы пойдем как вы думаете далеко ли я уйду таким вот образом то, что к Игнату там там уже все просмотрели а вот здесь вот меня еще не было за жопу схватит какой-нибудь снорк ну не снорк там допустим снорков тут по-моему вообще нет тут здесь только собаки бюрер эти тушканы да кабаны снорки будут на других локациях на болотах у нас снорки но сам факт здесь мы еще так не ходили так вот кто-то бежит я мочу собачка сейчас даст нам просраться стоять бояться как вас много тихо-тихо-тихо-тихо еще толку в кустики в кустики в кустики все ствол выбило падла берем наш пистолетик самострел стволик выбили у меня вот они вот они не дадим не дадим себя сожрать не дадим себя сожрать блин не дадим отлично работаем шустро и быстро то есть совмещаем когда надо блять не спеша когда и пошустрее совмещаем так вроде кустик нас спас я вам о чем говорил кустики твои елочки творят чудеса в этой игре блин в крайних таких сложных и невыносимых ситуаций как они меня не сожрали я даже сам удивился вроде отбили сейчас еще можешь хвостик нарастим сейчас стопудо чем с ним ну-ка так во суперский еще один хвостенский еще где-то собака была там дальше то есть тут попробую выживи ребят видите решил вдоль дороги пройтись только начало так стволик у меня выбери я снял 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 ствол да забрать ствол я успел отлично так ну че ну раз пошли наверное так и продолжаем так и продолжаем первую стадию натиска злобных тварей вроде как преодолели вдоль дороги так и пытаемся прорваться что там кто там впереди надо бы какой-то костер запалить что ли мне восстановиться немного здесь по любасу есть костерок где-нибудь рядом так аномалия гудит шелестит повсюду и кругом кисели тут воронки какие угодно холодцы повсюду электро снежки тут видите суперская модификация вот только так надо играть в данный мод это не мод не для тех проходимцев которые бегают по сейчас вот смотрите сталкер любой мод включи там вот это блять промтовары в рюкзаке хуй ва гора всего и вся уже зажравшийся народ сидит не чухает что такое сталкер как вещность достается с каким усилием в зоне сколько надо приложить понимаете потому что всего навалом нафаршированные моды всем и всем и паками оружейными и все это достается закрытыми глазами что за сталкер непонятно все ломает полностью игру я понимаю что кому-то хочется скажу вам так если хочется пусть этого всего будет 30 процентов а не как сейчас например 30 процентов для тех кто хочет всего этого и 70 для натуральных настоящих жестких модов а у нас наоборот получать ситуация перевернулась 90 процентов шлака и не модов промтовары у тебя в рюкзаке повторяю 90 процентов и только какой 90 97 процентов и 3 процента нормальных модов где там действительно чувствуешь себя сталкером чухаете разницу то есть баланса нет я не говорю что надо отрицать то или иное пожалуйста вам нравится промтовары ну пусть это будет сбалансирована ситуация неужели мододелы этого не видят мододелы за общей за общей линейкой гонятся что модно что спросом пользуются то и фаршируют практически все моды однотипны в этом плане сломана вся атмосфера сталкера понимаете напрочь я же еще раз говорю я не отрицаю пожалуйста нравится вам беготня нравится промтовары в рюкзаке всего и вся легко достается без проблем ну пусть это ботвы будет 20-30 процентов все остальное пусть будет реальный не лам то есть все игра блять в это в помойку выкинули сталкер таким подходом очередной какой-то шутер стрелялка беготня вот это сделали из зоны зона и тут надо попутеть попутеть попыхтеть чтоб вещь достать прочувствовать что всю задницу этот мод для этого и создавался здесь не надо я еще раз повторяю главное чтоб мододелы не испортили дальнейшими правками и внесением не сделали из этого мода какой-нибудь очередной шлаг блять высер который вообще ни к селу ни к городу вот это я переживаю но скорее всего так оно и будет сейчас там соответственно да подпись для чего нужна была чтобы никакие высеры сюда не это поняли сейчас все это снято поэтому начинается ботвы нафарширует всяким говном блять и какой-нибудь билд там 6-0 да вот все супер так ребят давайте наверное отсюда бород выпало там что-то так много твари какой-нибудь я имею ввиду билд 6-0 там в итоге дальше мы увидим будет уже не нлс 7 а нлс тире народная солянка или там какой-нибудь другой мод где у тебя там ну поняли что сделают это я вам гарантирую вот просто гарантирую что так оно и будет с каждым билд что-то дополняет 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 вы поймите дополняете дополняете чтобы это сочеталось с этим хардом с ощущением зоны не ломалась атмосфера самого сталкера этого мода с подхода нлс разработчик вспомните что говорил разработчик о данной модификации для чего чтобы человек мог прочувствовать себя в зоне добавляйте все что угодно чтобы это не ломало если же блять всего опять все станет как прежде как есть сейчас все это будет делаться в том режиме который делается сейчас мододелами различные другие моды то я почему-то чувствую и думаю что скорее всего так оно и будет все это сломано будет в пух и праг ладно это все ясно это уже мы говорили в прошлых сериях ну блин как-то так ребят давайте сейчас на обкомовскую хату короче и там мы уже рядом там уже где-то нам на север надо на северную территорию этой локации смотреть китайцев найти там рядом санаторий санаторий наверное будем нырять уже на обратном на обратной ходке найдем этого китайца зажабры быстренько перетрем что ему надо потом уже на обратном пути нырнем только в санаторий понимаю кто-то скажет ну не все же так любят хак так я согласен ну вы сделайте так чтобы не было перебора я же еще раз говорю получается 90% беготни и шлака и промтовары в рюкзаке и всего и вся и легко достается атмосфера сломанная просто там на стволике ты любуешься как они стреляют пробегаешь все вообще не чувствуешь сталкером а даже не 90 еще раз 97 и 1% нормальных мод и сделайте так чтобы был баланс какой-то надо соблюдать все-таки все то есть в этом плане я же о чем говорю пожалуйста кому нравится это есть можно пожалуйста играли но такие модификации портить не стоит сейчас дали возможность мододелом залезть сюда этот нлс превратиться 오 надо ослабить этот нюанс слушай а давай здесь подправим блядь да это жопа полная давай ее подправим давай это подрегулируем и все нлс превратится не в обычный мод блядь средние руки ну то есть то подправим здесь исправим здесь добавим здесь облегчим здесь улучшим блядь и что получится всяк посмотреть, да я вообще не знаю, что это такое, что вы сделали из той идеи, которую я изначально предлагал, он уже, наверное, матерится ну, в смысле, я имею в виду если бы он увидел, да, вот я вот еще раз, это я вам точно говорю поэтому тут нужен тоже, блядь, целесообразный как бы такой, умеренный подход не всего и вся, тут подправим, здесь исправим, блядь, тут давайте уберем эффекты от собачек давайте, вот это сложно, блядь давайте вот это, эффекты от радиации продлим, чтоб он так быстро не вздыхал ну, начнется вот такая вот хуетень у эрлыгов, и НЛС превратится сами знаете во что это я вам точно говорю вы ж посмотрите, берем например, так, давайте, наверное, вот так берем, наверное, берем, например ребята, просто западного сейчас разработчика, ставишь любой хардовый уровень сложный, там он не чувствуется уже расфолованный народ расслабленный по полной программе никто не хочет тасать это прочувствовать тягость все ему должно доставаться легко лежа на диване там, полузакрытыми глазами одной, там уже ленится, блядь, на эту кнопку нажать чтоб все там у него было, блядь и рюкзаки, и наборы голова не варит вообще мозги не работают никаких усилий полусонная курица сидит и только автоматом, блядь, жмет на клавиш ничего, голова не думает ничего не это как что достать тут мод для чего создавался чтоб ты продумывал все ходки что брать, как брать манипулировал а стоит ли тебе туда идти задумывался там сожрут там тебе бинтика не хватит то есть для этого хард создавался чтоб ты включал какую-то смекалку, блядь а не просто это неужели это непонятно ну, естественно, для если твердолов ну, то есть это еще раз говорю народ расслаблен полностью всеми этим западным продуктом сейчас посмотрите игры вот сколько даже у меня на канале проходили я там ставлю самый хард там тоже метро вот этот новый вышел да мы там на рейнджер хардкоре играли я думал, ну хоть прочувствуем да, блядь, ботва ботвой идешь как полусонная курица вот даже эксидес посмотрите на канале рейнджер хардкор и что там рейнджер хардкор этот, блин по-моему, даже начальный метро первое и то сложнее было у нас есть прохождение ну, просто я к тому, что вот в чем моя претензия в том плане то, что вообще все это ломает и поэтому потом уже сонный я самостоятельно уже просто даже не хочу играть поэтому некоторые удивляют что ты не проходишь не до проходишь да хули тут играть уже сидишь как этот осел там, полусонный так уже неинтересно играть даже ладно, все, давайте хватит балаболить ну, так оно и есть я вам точно так оно и есть все, хата обкомовская вот это, наверное, и есть, да хата обкомовская смотрим, что здесь ну, здесь, наверное, мы ничего не найдем только сохраниться смотрим, да но вряд ли что-либо мы найдем так, тихо-тихо-тихо слышу, там твари какие-то двигаются так, вот же Муренский, да может ПДА найдем или он не неактив не получится, да ничего найти у него да, там я слышу эти шебуршан все, хватит больше, ребят, к этому разговору возвращаться не будем так, вот тварь прибежала я, как бы уже много раз об этом говорил во всех играх просто, конечно еще раз сказал но больше не будем мы об этом с вами повторяться так, что, тварь будет сюда забегать нет, в дом надо аккуратно сейчас не хотелось бы погибать мы только у Дэна ой, у Дэна у Игната сохранились вдоль дороги чревато двигаться честно вам скажу там что-то вообще убивают столько тварей на тебя бежит никакой дроби не хватит блин двигаемся таким образом сейчас посмотрим что в этом доме тут говорит зомбаки не, ну он наверное имел ввиду обкомовскую хату там где зомбаки где братва сидит это не обкомовская хата здесь какие зомбаки имел ввиду ту, которую мы в прошлой серии где братва сидела а, он имел ввиду про эту хату так так, давайте наверное сохраниться можно, да попробуем что-то как-то вообще пустынно здесь, да только с той стороны твари бегают а, вот смотрите что-то есть контейнер может контейнер здесь оставить пока или вдруг найдем артефакт как вы думаете просто что там этот китайц попросит вот мне что еще переживаю вдруг действительно ему нужен будет артефакт там первого уровня сейчас мы вдруг его найдем где-то здесь нам это радиация это ни к чему ну а вообще тут можно, да парковать все все что хочешь ладно, двинули а, вот еще еще одна нычка так, отлично так, отлично впереди мост, да кстати там и переход у нас где-то на этом мосту наверное похоже переход, да на санаторий так, а там наверное радиация под мостом лупит мама не горюй как обойти это дело ну-ка тихо вот он, да переход санаторий как вот нам пройти через там наверное радиация я вам точно говорю в таких местах где скопление техники там различные разбитые да скорее стопудово радиация такая что мне и пройти не сможешь может как-то через мост надо, да обойти есть подозрение ребят что там очень большой радиационный фон особенно около машин я вам точно говорю давайте может вот так мотанем да как-то проролим через верх да попробуем так тихо там там кто-то есть наверху сталкер одиночка гуляет по кишке такой же как мы с вами слышали вася входку пойдет дело такое смертельное опасное не каждый хочет сталкер рисковать до задницы ради там бутылки водки поэтому конечно не спички тянут жребий то кто попрет лишь впереди васька зубочистка отправился в путь дорожку до китайца мать его так надо его опередить этому китайца всю информацию вытянет суши он там ходит нормальному что мы нет радиации никакой я зря переживаю ну-ка васька зубочистка что там у тебя интересного поделись информацией там есть вообще проходом дальше какие опасности расскажем это известно жаль нише года да не бода здесь и нихера так но колбаска у зубочистки стянем колбаску тошка машина мы не стянем не хватит кисель где-то рядом шелестин как ты тут вообще ходит валеть сила быстрее подогрю по здоровью тошка машина не повезло тебе зубочистка короче говоря хитрый в этот раз он потянул длинную спичку а вот тошка мать вытянул коротку пришлось ему тасать возлагаю возложили короче на него ответственность д вроде как справился что-то получилось обратно идет такой на легкие довольны так это чё за аппараты тут у них ученые разбросали блин по округе какой-то батискал не батискал какой-то там этот вот смотрите жмуренский научники разбросали свою аппаратуру повсюду так чё тут за мешки валяются с цементом или с чем вроде как радиации нет но я переживал то что здесь радиационный фон большой друзья то что машина прошел нормально можно двигаться так стоять боятся там по-моему у нас собачки шелестят чё здесь давайте скинем этот ящик там собачек я увидел больших и страшных на сейчас наверно нам будет нелегко с этим всем справляться на куда-то придумать куда нам зарулить этих собачек таким образом будем отстреливать потому что хвост хвосты таких особенно собачек нам нужны вот она одна там их несколько я увидел там их несколько друзья так ну чё прицельно лупим побежит она в нашу сторону так тихо 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 что-то как-то я не уверенно держу ствол в руках так стоять боятся выходим сюда подальше и побыстрее так 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 прицеливаться надо прекращать когда она близко так стараться попадать иначе эффект появляется отлично еще одна прилетела суперски а